Здравствуйте, здравствуйте всем! Сегодня будет продуси ту, продусю, которая у меня уже залежалась просто, просится на обзор. Тема для меня не очень простая, потому что парфюмы оказались, ну, в общем, такие, знаете, неоднозначные. Казалось, все будет приятно и просто, а не тут-то было. И я начинаю, поехали! Какое-то время назад я запросила у Дуситы пробники, уже практически год прошел. И эти пробники висят надо мной, как дамоклов меч практически. Я все к ним как-то подхожу, разнашиваю. И вот я вам сейчас расскажу, почему мне сложно вот эти 9 ароматов, и появился 10 уже в этом году. Почему же эти 9 ароматов мне так сложно описать и рассказать? Писаро Мавизжани живет в Париже, но выходец из Таиланда. Такая очень поэтическая, светлая натура. И, казалось бы, все ее композиции должны быть такими же светлыми, такими же легкими. Но не тут-то было. Не так-то легко мне они дались, потому что очень спорные. Она сама сочиняет, рисует, такая творческая очень натура. Ее отец был великим поэтом. И композиции у нее такие же глубокие, с каким-то смыслом. Мне как блогеру интересно всегда знать, как же относятся к нам люди, на которых мы практически работаем бесплатно. Так вот, когда я запросила пробники, есть марки, у которых я просила, они мне даже не ответили. И некоторым я писала несколько раз. И до сих пор в усыны не там. Но вот команда у Писары такая, что сразу ответили, сразу с большим удовольствием все выслали. Ну, во всяком случае, так они об этом сказали. И открытка пришла от Писары, и в общем, какой-то там прям от руки что-то написано. Это очень приятно. Ну и пробники, естественно, тоже стоят денег. Поэтому, конечно же, я даже глупо говорить для меня, что никто мне не спонсирует эти видео. Но на всякий случай скажу. Просто мне выслали на обзор. И кто? Потому что я попросила. Поэтому честное мнение даже не обговаривается. В первую очередь, почему же мне было сложно подступиться к Ду Сити? Потому что я начала затесты с тех пробников, которые у меня уже были на слуху. И это была Мелоди Дамур, Флёр Дю Ла Лита и Ле Павильон Дор. И вот эти три композиции для меня это букеты. Только с разными наполнениями. То есть это вот букет, который, если вы находитесь где-то далеко от этих букетов, да, вот они стоят, они все белые цветы. Где-то жасмин, где-то роза, а где-то тубероза. Иной раз я даже задавала себе вопрос, не тестила ли я этот аромат уже. То есть настолько вот эти букеты перекликаются. Конечно, когда мы их носим на разных руках в одно и то же время, все понятно, они разные. Но вот эти букетные истории сделаны одной рукой. Причем шедевральной рукой, потому что у писара в этом смысле большой талант к букетам. Ну давайте начнем с Мелодия Любви. La Melodie de Mour. Композиция белоцветочная. С небольшим количеством мускуса и кедром в базе. Этот аромат, мне кажется, очень ярко-цветочным, медовым. Туберозу, которую я не люблю, могу носить. Немножко она на мне даже индолит, но не критично. И в общем-то, как аромат туберозы, я, знаете, даже в каком-то смысле рекомендую. Потому что она очень приятная, очень такая весенняя, медовая, пыльцовая где-то даже. Приятная тубероза в букете. Следующая композиция Fleur de Lalita. И это еще один букет. Еще один белый букет. Очень объемный, изысканный, нарядный, женственный. В нем много жасмина. Я отметила для себя вот этот жасмин, который, знаете, на кустах растет вот в наших широтах. То есть это никакой не французский жасмин, никакой не египетский, такой насыщенный жасмин. Здесь как-то все легко. Возможно, из-за того, что есть магдолия, лилия. То есть вот эти цветы, они такие придают воздушности. Я не чувствую бобов тонка или тонка. Мне кажется, что все это наслаивается там в базе и придает объем и глубину. Все остальное это вот такой свежий букет с красивым оформлением. И вот этот объем и изысканность в нем читается прямо вот с начала до конца. Хороший шлейф в нем, хорошее раскрытие, долго сидит. В общем, если вам нравится на весну букетный аромат, то флор де лалита то, что надо. Le pavillon d'oeuf. Третий аромат, который для меня тоже является букетным. Но здесь уже идет немножко такой пейзажный какой-то момент. Этот аромат открывается тоже какими-то цветами. Заявлена жила, жимолость. Но потом начинается вот какая-то вот прямо на моей коже борьба между вот этим добром и злом. Знаете, вот когда встречается что-то травное, причем вот мятый чабрец, который я слышу, но не в свежем виде, а в каком-то сухом и перетертом. И потом все так как-то смягчается. Вот это вот противостояние, оно очень приятное такое, знаете. И от этого создается впечатление, что аромат действительно нишевый, что вот с ним не скучно. В конечном итоге у меня такая картинка возникает, что вот в темноте где-то стоит беседка. Ну, знаете, беседка, какое-то место встречи двух влюбленных, что ли. Вокруг вот этот мягкий свет, какая-то цветочность, умиротворение. И все равно где-то проступает что-то от полыни, от какой-то травки такой очень кисловато, даже кожаный. Вот такой вот павильон для меня. Так он для меня открылся. Сидит долго. Вот я его с утра ношу, сейчас уже после обеда, и он сидит мягко, но очень уверенно. Я думаю, что из этих трех ароматов, два первых, очень ярко-бело-цветочные, пышные. Этот немножко погуще и раскрывается в стиле вот поэмы от Lancôme. Но, конечно же, это не стопроцентный вариант поэмы, он гораздо более глубокий и вкрадчивый. Но все равно вот эта цветочность и вот такая пышная цветочность, она все равно здесь есть. Так что третий аромат тоже цветочный. И на этом цветочную тему, вот такую буйную, наверное, я закончу. Плавно перемещаюсь от букетов к более насыщенным композициям. И, в общем, не то, чтобы вот этот сплендеризм был насыщенным, но он уже как-то отошел от букетов. Очень ирисовый, белое с золотым. Вот так бы я его представила, нарисовала. И такой он какой-то вкрачевый, он стеснительный, он немножко меланхоличный, но все равно он светлый. И это не со знаком минус, меланхолия, это какое-то что-то светлое, просветленное, поэтичное и очень личное. Это не тот аромат, который будет громко звучать. Приятный вот тем, кто любит ирисы и нежные пудры, фиалки. Вот это обратите внимание. La douceur de siam. И этот аромат уже будет цветочным, но в восточном стиле. Здесь уже нет пышности вот этой объемной и вертикального расположения букета. Для меня это какая-то композиция с цветами, но уже горизонтальная. Сегодня я все это решила затестить. Здесь мне сейчас проступает хорошо такой древесный мускус. Это приятно. Это не тот мускус вот этот чистый, такой, который очень многие сравнивают с порошком. И, в общем-то, от этого либо очень любят, либо совсем не любят. Но вот тут уже роза, которую я очень хорошо чувствую, такая даже майская роза, хорошо играет с франшипаном, с чем-то таким даже миндально потертым. Есть чампака, которая придает сладость. Ее, наверное, усиливает и придает еще большего выразительности и ланг. То есть вот эти цветы, такие тягучие, восточные, они очень хорошо здесь присутствуют. Развивается он приятно, без особых сюрпризов. Живет на коже тоже долго. То есть это не тот аромат, который будет опять греметь. Ну, вот так вот корректно будет долго сидеть. Я, честно скажу, я уже не помню, насколько он шлифит. Сегодня вот у нас выпал снег. Я уже никуда не пошла его выносить в люди и действительно слушать вот этот шлейф. Но он сидит достаточно объемно. Но я постоянно вот чувствую какое-то витание, знаете, вот этих цветов и томления. И вот это душер-де-сиам. Букет, хорошо скроенный, горизонтальный, восточный. Забыла обратить ваше внимание, что не все ароматы являются парфюмированными водами. Есть среди них и экстракты парфюмерные. Вот Melodie de Mouche это экстракт парфюма. То есть потому он, видимо, тоже такой побогаче и помягче. Вот сейчас следующий аромат это Isara. И это тоже парфюмированный экстракт. Аромат, который я для себя обозначила как мягкий жемчужный свет. Здесь сразу все начинается очень тепло, сладко, пряно, но мягко. Это очень такая деликатная сладость. Здесь я чувствую ветивер, амбру, табак и кумарин. Это вот то, что я записала, когда я пыталась для себя расчленить вот эти все ноты. Заявлен шалфей, которого я не чувствую. И дубовый мох. И вот, наверное, благодаря мху и шалфею эту композицию обозначили как фужерную. Ну, наверное, от такого классического фужера она далека. Но все-таки в ней чувствуется больше зелени и больше травности, чем вот в предыдущих букетных откровенных ароматах. Теперь в ход пойдет тяжелая артиллерия. Афиниуд. Бесконечный уд. Если вы интересовались вообще всеми композициями писарры, вы, наверное, что-то читали в фрагрантике. Я должна, к сожалению, заметить, что я со многими согласна. Потому что для меня это тоже зверинец и цирк. Здесь я вот эту звериную, животную ноту, я ее очень хорошо чувствую прямо на себе. И в какой-то момент до тошноты. Уж извините за такую откровенность. Действительно, это какой-то очень яркий, цветочный, даже медовый. Какой-то насыщенный, нектарный, такой прям тягучий, прозрачный, янтарного цвета. Ну, вот такого, знаете, вот как на этой, в этом флакончике. Жидкость и аромат такой же. Ну, вот ясно, что где-то рядом в большом количестве пробегали большое количество животных. Поэтому вот этот аромат без затеста совершенно не имеет смысла брать. Хотя он, конечно, шлейфит прекрасно. И он настолько не похожий на другие ароматы. Он действительно нишевый. Но к этой нише нужно быть готовыми. Не потому, что вот какой-то он сложный. А просто нужно вытерпеть вот этот зверинец. Нужно, наверное, как-то, чтобы на вас это красиво раскрылось. Потому что не на всех это сидит. Но в шлейфе издалека он невероятно красив. У меня осталось две композиции, которые совсем не похожи на предыдущие. Сияжблен, кожаная композиция. Это такие кирзачи. Обычно мне вот этих кирзачей не хватает в кожаных ароматах. Я люблю что-нибудь такое потяжелее. Чтобы, знаете, даже какой-то мазут какой-то в нее читался. Здесь сплошной мазут, какая-то проводка. Вот Наоми Гудсир со своей Ньюи Дой Бакилийте. Она просто отдыхает и нервно курит в сторонке. Потому что у Наоми наравне с вот этими кирзачами, с этой проводкой, у нее там идет какая-то цветочная, туберозная нота, которая все склаживает. Здесь нет. Здесь все настолько кисло, настолько кожано, настолько вот не хочет понравиться. Посудите сами, что сюда положили, кроме кожи. Гальбанум, амбретто, полынь, пачули, дубовый мох, джентльменский набор. Наверное, на мужчинах это как-то должно мужественно сидеть. Я на женщине вижу этот аромат. Потому что я знаю человека, который считает этот аромат своим вторым я. Но это так, я вам скажу, очень нишево, с таким вызовом. Это ни в коем случае не хочет понравиться никому. То есть я сам по себе аромат. Я такая кожа, которая вот в кирзачах. И никакой помады мне не надо. Я настолько бросаю вызов всем вот этим рюшечкам, что держитесь. Так что, опять-таки, мне кажется, что этот аромат тоже обязательный к затесту. Последний аромат мой любимец это Erovan. Или Erovan, не знаю, как вы его назовете. Этот аромат, мне кажется, самый сбалансированный. И на мой вкус в нем нет ни сладости, ни такой вот травности, знаете, какой-то кислой или слишком свежей. В нем все хорошо подогнано. Наравнее с травами, сеном, ветивером, какими-то еще, наверное, зелеными сухими нотами, тут есть сливочность. Эту сливочность многие отмечают, но я поняла, что мне напоминает эта сливочность. Это, скорее всего, ваниль, которая там заявлена. В некоторых композициях от Sylvan de la Courte в линейке ванили эта сливочность вот таким же образом обыграна. То есть ваниль становится очень мягкой. И для меня она похожа по своему вообще вот этой текстуре. Она для меня, как, знаете, опилки, которые вот смололи в порошок, потом замесили с какими-то другими травами, и потом вот этой сливочностью и каким-то маслом, знаете, вот это вот масло ги, которое йоговское, очень полезное, да? Вот это масло ги замесили на вот этих самых опилках, травности и так далее. Получилось очень бальзамично, мягко, округло. Мне этот аромат очень понравился. Если надо было бы офлаконивать, если бы не было такой цены, я бы, наверное, офлаконила вот этот единственный аромат. Поздравьте меня, я закончила с дуситой. Я очень рада, я очень надеюсь, что это видео вам пригодится. Я знаю, отдаю себе отчет о том, что вот эти все нишевые дома, освещать это, в общем, себе в удовольствие только. Есть ароматы, которые нравятся всем, которые на поверхности, а есть ароматы, которые нужно поискать. И именно поэтому мы называем их нишей. Так вот, писара — это такая ниша, тонкая, поэтичная, такая восторженная, очень светлая. И, мне кажется, действительно, даже вот самые горькие ее композиции, они все равно оптимистичные и какие-то романтичные. Если вы носите писару, расскажите, пожалуйста, и поделитесь со своими любимцами. Поддерживайте ли вы меня в Яроване. И, конечно же, подписывайтесь, лайкайте. Будьте здоровы и до следующих встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok